Встреча с войной Страдают все, все страдают. И очень больно, что все рушится, то, что мы строили, что выдвигали, что помогали. Это просто идет боль, уничтожение народа. Я не знаю, что там в Москве думают. Я считаю, что там преступники. Это наша страна, наш дом, наша семья. И нам не нужен интервент, оккупант. Как мало так сейчас случится? Брат брата убивает. Не понимаю. Убейте, не пойму. А вы представляете, детки сейчас остаются без папы. Ведь все мужчины у нас идут на фронт. Ведь все же защищают Одессу. Война, это все страшно. Ипнуть, дети, люди. Нам уже таким, как я, ладно, прожили, а маленькие. Это страшно. Мы, как говорится, против этого всего. Ну, здесь, конечно, Путин во всем виноват. И Путина надо, как говорится, наказать и хорошо. Вот такая наша мысль. Отношение, отношение к защиту усилилось тем, что их предал не какая-то другая нация, а Россия. Я прощаюсь к питерцу, сыну защитника блокады Ленинграда, Путину Владимиру Владимировичу. Вспомните, пожалуйста, своих родителей, своих, которые участвовали в этой бойне фашистской. А сегодня вы просто продолжаете вот это дело, особенно на украинских фронтах и грубите города Украины. Одесса – город-герой. Город воинской славы. И я не сомневаюсь в том, что мы дадим достойный и мощный отпор оккупанту. И пусть сегодня наши ветераны не будут держать в руках оружие. Они – наша поддержка и мотивация. Они – честь и совесть Одессы. Ее голос. Пусть это увидят российские военные, жители России. Пусть услышат этот голос, который скажет, что их здесь не ждут. Я верю в высшую справедливость, а значит, в нашу победу. Субтитры создавал DimaTorzok